Здравствуйте, друзья! У нас часто обсуждаются вопросы получения визы в Соединенные Штаты. И в некоторых странах легко получить визу, в некоторых странах совсем тяжело. И, ну, мы в данном случае, конечно, мы думаем о Российской Федерации, Украине, Белоруссии и так далее, странах бывшего СССР. И мы знаем, что во многих из этих стран очень-очень сложно получить американскую визу. И я наткнулся на документ, который, может быть, объясняет что-то в этом смысле. Вот перед вами страничка на сайте Министерства Homeland Security, я не хочу переводить, значит, вот это Homeland Security. И здесь у нас два документа есть. Значит, Overstay, это когда у человека была некоторая дата на визе, которую он получил, когда при въезде в страну у него была дата, когда он должен был покинуть страну, а он не покинул в этот день. Мы не знаем, что дальше с ним стало. То ли он покинет через там три дня, то ли он не покинет никогда и будет находиться на нелегальном положении, где-нибудь там на стройке или в гостинице подрабатывать. То ли там девочка вышла замуж, выйдет замуж и так далее. Кто-то подаст на политическое убежище. Мы не знаем, что дальше будет с этими людьми, и наверняка какая-то часть из них уедет из страны. Но нарушение состоит в том, что они передержали вот этот срок, что считается нарушением. Вот такое нарушение. Вот у нас последний документ. Мы с вами сейчас в 2017 году. И вот за прошлый финансовый год, да, финансовый год с 1 октября по 1 октября. Вот 30 сентября. Значит, что у нас есть? Давайте мы посмотрим. Если вы сюда, значит, по этой ссылке пойдете, вы получите PDF-документ. Ну, у меня он должен уже быть на экране. Ну-ка, да, вот он у меня на экране. Я ссылочку дам в описании к видео, но если вы вот по этому названию, например, просто сделаете поиск в Google, вы тоже придете вот примерно туда же, на то же самое место. Что я сейчас хочу сделать? Я хочу сделать поиск. Например, скажу Ctrl-F. Давайте напишем. Я напишу Ukraine. Почему? Потому что там есть список по странам. И вот вы видите здесь процент, вот эти вот 3,54 процента. Вот это на самом деле интересная такая циферка. Это... Сейчас думаю, как нам тут лучше. Так. Что это такое? Это люди, которые по бизнесу или там как бы туристы и так далее. Вот 3,6. Давайте мы сравним, например, с Россией по бизнесу. Что у нас тут? 1,44. Ну, действительно, мы видим, что с Украины больше их задерживается. И даже понятно, почему. Ну, вот давайте мы скажем, а давай-ка еще, что у нас есть там на слово Ukraine. И там будет другая табличка. Эта табличка уже говорит про визы F, M, F, M и J. Это студенты. С одной стороны. Виза M это студенческая такая, она коротенькая, на несколько месяцев. А вот виза J, это как раз наши work and travel. Вот они все туда идут. Хотя, конечно, есть люди, которые просто там практиканты по разным другим делам. Но в частности, вот work and travel. И вот мы, когда смотрим, что у нас тут с work and travel, то мы видим, вот оно, 15%. То есть, фактически, каждый шестой, ну там, шестой-седьмой, кто с Украины въехал по вот этой визе, не выехал вовремя. Давайте мы немножко вверх пойдем, посмотрим, что у нас с Российской Федерацией в этой же табличке. Вот она. 6,88%. Тоже, тоже очень-очень прилично. Хотя, вот вы видите, да, вот рядом Руанда, 13%. Вот Руанда, она немножко уступает Украине. Откуда еще там народ так капитально? Из Сербии. Смотрите как. Из Сербии народ задерживается вовсю. Из Сенегала. Из Сомали. Можете себе представить, как народ из Сомали и почему? Вот. К чему я рассказываю? Есть такой источник информации. Я никак не пытаюсь ни оценивать, ни какие-то выводы делать. Я просто говорю, есть информация. Если кому-то интересно, посмотрите. А тут даже и среднее есть. Вот в среднем, вот эти вот студенты, там 5,48%. Ну, какая страна выше среднего? А вот у нас Узбекистан, смотрите. 14,82%. То есть Узбекистан где-то вот на том же уровне, что Украина. Вот тут 15,51%. Можно посмотреть по вашей стороне, по другим странам. Это на самом деле, ну, я лично так думаю, я не могу утверждать. Я не работаю там в Госдепе. Я думаю, что это влияет сильно на отношение, на легкость или сложность там выдачи этих виз, на те процедуры, которые они хотят там внедрить и так далее, и так далее, и так далее. В общем, вот такая вот информация. Спасибо всем за внимание и до скорых встреч. Продолжение следует...